Афганистан Продали 10 тысяч овец для провианта. Англичане вступили в Кандагар, а затем внезапным штурмом взяли хорошо укрепленную крепость Газни. После чего, собственно, военная часть кампании была завершена. Союзники Досто Мухаммеда начали разбегаться, Кабул был взят без боя. Ловушка захлопнулась легко. Звон денежных мешков и сверкание британских штыков вернули Шаху-Шуджаху трон, который он без этих помощников добывал бы долго и безуспешно. Джон Кае, британский историк, 1851-й. Особенность Афганистана, подтверждаемая всей историей, штыки очень мешают мешкам. Поскольку это был первый опыт, трудно осуждать англичан за то, что они не предполагали известных последствий. Характерно, что в первую афганскую Кабул отнюдь не казался такой дырой, как впоследствии. И для англичан выглядел уж точно гораздо привлекательнее Северной Индии. Британцы и двор Шаха-Шуджаха гуляют в Кабуле. Экзотическая обстановка и бодрящий климат призвали сюда жарких и пыльных равнин Индостана, жены, даже детей, офицеров английских войск. Процветали различные развлечения. Скачки, крики, концерты, катания на коньках и, особенно, распутство и пьянство. В Афганистане тишь, как в Биршире в дни Даниловы. Все приводит меня к выводу, что в Афганистане удивительно спокойно. Уильям Макнактон, политический советник британской армии в Афганистане, 1851-й. Молчаливое и еще более пугающее продвижение России во всех направлениях стало теперь очевидным. И мы не знаем ни одной европейской или азиатской державы, в которую она не планирует осуществить вторжение. Международное обозрение, Лондон, 1840-й. Осенью 1839 года англичане получили известие о крахе экспедиции генерала Перовского в Хиву. Русские добрались лишь до заранее возведенных укреплений на реке Эмби и озере Чушкакуль. Затем двинулись к усть-урту, попали в снежные бури и вынуждены были повернуть назад, так и не встретившись с противником. Без единого выстрела, потеряв пятую часть пятитысячного экспедиционного корпуса.